Здравствуйте! Максим Осипов приветствует вас, чтобы в год мира и созидания поговорить о стратегии войны и разрушения. Разрушение страновой инфраструктуры на Украине и последних иллюзий о себе на Западе. Но сперва напомню цитату. Ее обычно приписывают Марксу, хотя великий экономист лишь цитировал британского профсоюзного деятеля Даннинга. Но да не суть. Правы оба. Раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. При 100% он попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы. А теперь к практике. По ряду оценок в украинские конфликты и его поддержания страны Запада уже вложили порядка 100 миллиардов долларов. Для оружейного лобби – несомненный доход. В то же время по центрам Киева, Еврокомиссии и Всемирного банка послевоенное восстановление Украины обойдется не менее чем в 349 миллиардов долларов. А это расход. И выбор для капитала очевиден. С другой стороны, украинский конфликт неожиданно сорвал покровы из Запада в целом и схваленной, казалось бы, натовской армии в частности. Исследовавший феномен бегства из стороны поляков призывного возраста мысли Польска на днях была обескуражена новым фактом. На военную подготовку в Польше стали призывать мужчин старше 50-ти. Поговорив с некоторыми из них и обнаружив у новобранцев по букету возрастных заболеваний, издание заключило. Короче говоря, настоящая инвалидная команда. Но это, видимо, никого не волнует. Еще одно ноу-хау – разбавить инвалидов-смертников теми, кто бежал от войны. Предложил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал-полковник в запасе Вальдемар Жибчак. В интервью изданию «В политике» он заявил, что вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии в Польше, Германии и Франции, обучать те граждан Украины, которые там находятся. Что думают сами украинцы по этому поводу, западных стратегов не интересует. Более того, подобную практику вполне может взять на вооружение и Великобритания, отмечает Daily Mail. Ведь на фоне российских боевых действий на пороге Европы число новобранцев в британских вооруженных силах сократилось на 30%. По сведениям издания, к сентябрю 22-го количество подавших в отставку обученных и опытных военных увеличилось за год на 17%. В итоге в 25-м году армия сократится до уровня наполеоновских войн. А есть еще и имиджевые издержки. Сведущая в тонкостях оружейного рынка планеты, арабская «Эляйн» замечает, уничтожение западного оружия на Украине означает не только потерю денег, потраченных на его производство и транспортировку, но и подрыв доверия к покупке этого оружия на глобальном уровне. Не потому ли Запад так противится передаче украинен своих леопардов и иных новейших образцов? И не потому ли с такой охотой Франция спихнула Киеву заведомо неудачные вертолеты, имидж которых и без того был безнадежный и испорчен? Модель «Суперпума», угробившая недавно руководство украинского МВД, была выведена из эксплуатации еще в 2016 году. И все равно целых 55 машин этого парка удалось продать Киеву под европейский же кредит. В конце концов, замминистра иностранных дел Польши Аркадий Ушмларчик на днях заявил, что игра идет не столько за победу украинской стороны, сколько за влияние Соединенных Штатов в Европе. А гибель украинцев тому совсем не помеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова